всем доброго времени суток уважаемые также подписчики и гости моего канала ну и вот сегодня у меня на того и на взгляде изнутри будет вот такая вот катушечка называется на т.д. sol 2 500 это у нас дайва и вот сегодня мы такую вот катушечку будем разбирать смотреть делать это как она устроена это мне василий прислал эти катушки с новосибирска он ни одну и две прислал это его катушка он рассказал что в течение пяти лет это была его основная катушка и в новосибирске вам течение пяти лет пока открытая вода можно сказать не вынимая ей рыбачу то есть грит каждую неделю пока открытая вода я постоянно и в течение пяти лет этой катушечкой рыбачу игрит веса горит применялись до 22 грамм редко 24 то есть как бы можно сказать для такой катушки это более щадящий режим вот в катушечке у нас 7 подшипников максимальная нагрузка на фрикцион 7 килограмм обыкновенная стандартная катушка до его ну и что можно сказать передатка у нее тяговая можно можно выразить если таким языком там по моему 47 точно не помню то есть все эти характеристики весь по моему 260 грамм или 270 это уже кому интересно все эти цифры характеристик может посмотреть то есть мне как бы этот момент не интересен потому что в интернете характеристики вы найдете без проблем кому надо давайте сделаем внешний осмотр посмотрим люфт главной пары зажмем ротор на в принципе люфток есть наверное придется его вот он видите это чистый чистый люфт главной пары если даже прислушаться так быстро делать то будет как часики тикают тык 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 наверно слушно на то есть все таки износ есть вот он ну суммарный люфт тоже присутствует достаточно такой хороший тоже слышите как как часики тюкают до люфты ротора продольный поперечную вот продольная думаю видно если присмотритесь в это место вот на стыке корпуса и ротора его видно и поперечный тоже вот здесь для кулисного типа механизма все относительно стандартно вот то есть катушка порыбачила видно что есть коцки на бортики шпули забоины думаю как вам лучше показать думаю видно вот будем смотреть и крутится она хорошо да и чувствуется что смазочки там уже как бы нету то есть она так уже по сухой с легкой пленкой масло от не чувствуется уже тракторная маленькое рычание главной пары тут уже в принципе помочь ничем по сути дела нельзя вот катушечка поработала со слов хозяина очень даже неплохо и нам теперь остается сделать только то по возможности убрать люфты посмотреть чем мы еще сможем помочь и максимально продлить этой катушки ну вот под пульный механизм стандартный для катушек дайва вот такая вот у него характерная трещотка фрикциона да и тут такая вот лепестковая под пружина если мы даже не пружинного изгиб вот этот из лепестковой такой металла выгнут под пружинен сты и внутри стоит такой вот барабан зубцами по нему он как бы ты должен работать вот человек сразу же загрузил две шпули видно что сразу же придется делать смазку фрикционов двух шпуль видим что черная уже черная 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 смазка там такая катается но и видно что намотка чуть-чуть под конус не знаю хозяин делал это умышленно либо с таким забросом чтобы не было сброса петель на маленьких и вообще чтобы на шнурах обычно под такой обратный конус как бы делают намоточку специально чтобы не было сброса петель при шнурах да то есть какая задумка на самом деле это знают только хозяин этой катушки я вам тут не могу ничего сказать про это как бы разговора не было я думаю регулировки шпуль выполняет все сами на тут уже в принципе все сухо видим что фрикционная накладка у данной дайве у нас не одна это меня конечно радует вот их три фрикционные накладки внутри практически все уже суховатая 3 фрикционных накладки у нас конструктивно заложены и они видите сделаны такого достаточно большой широкой площади и достаточно надежно в принципе чтобы я хотел сказать что это даже как-то но чересчур для самой катушки потому что в принципе это более чем конструктивно с большим запасом прочности потому что по факту этой катушки и не придется никогда ловить такую рыбу я думаю если и придется то весь остальной механизм как бы уже не способен долговременно работать на таких нагрузках хотя макс драк это максимальная нагрузка на фрикцион позиционируется этой катушки 7 килограмм вот тут уже тут они у рыбаков бывает тяговое усилие и максимальная нагрузка на фрикцион это как бы разное понятие то есть не нужно путать все вот эти вот моменты ну ладно что нам тут остается мы откручиваем ручку обычно я знаю что тут таких дайв подобного подобного момента как кексы да сула не похожи и у них как правило ломаются лопается вот эта штука не знаю почему но при затяжке вот на постоянных сколько приносили недавно но от одного до что при затяжке при нагрузке вроде человек руками затягивать хлоп трещина и все как бы кирдык бурды настал сразу же тут все черное остается нам снять стопор на кольцо и будем снимать паспульный механизм так ну вот снимаем вот такой вот стопорное колечко отсюда и теперь уже после этого начинаем снимать весь паспульный механизм снимаем вот такой вот алюминиевую вкулочку и и кстати можно заменить на подшипник такого же типа размера и будет у нас один опорный подшипник от посадочное место под него в шпулю вот ну а дальше тут уже снимается все стандартная регулировочная шайба вот она для регулировки намотки на шпуле вот с ним вынимаем вот такой вот шток легко и непринужденно и снимаем весь узел вот теперь у нас осталось снять сам ротор откручиваем гайку ротора здесь мы видим внутри вот такой вот пластиковую проставочку вот и здесь мы уже наблюдаем сам внутри шарика подшипник в гайке затягивающийся ротор вот он стоит сам вот это в основном типичная конструкция для дайвы скажем так шимана это дело только на топовой модели на стиле потому что если видите как разобраться почему не всегда его делать тот допустим вторичная шестерня главной пары до а внутри нее чтоб видите просто от болтается и от этого да его как бы ставит вот этот вот подшипник да я потом внутри подшипника еще вот эту пластмассовую втулочку да то есть которая как бы отцентрована таким образом что внутри как бы шток не касается да уж маны сделано попроще у них внутри вторичный шестерни главных пары здесь вот ближе к выходу выточен такой паз небольшой длины до а внутри тоже вот такое пола место которое выходит то есть шимана в этом плане не заморачиваться хотя то это имеет место быть вот разобрали ротор вы не сняли ротор сам видим вот такую вот конструкцию стопор обратного хода ротор у нас как я понял пластиковый наверно точно пока не могу ничего сказать может металл но мы видим шейка ротора то есть ничем как бы сверху не опрессовано но сделать такой вот отлив видите вот по которому я вожу пинцетом вот этот вот отлив сам он как бы и утолщает в этом месте да и предотвращает ну проворот ротора при определенных каких-либо нагрузках либо при сильных рывках на твиче больших воблеров да либо это когда вы боретесь на затянутом фрикционе с крупной рыбой да но механизм самого ротора мы традиционно разберем и посмотрим позже вот теперь нам остается разобрать всю катушку так ну вот далее мы снимаем нижнюю декоративную крышку откручиваем одессе болтик снимаем крышечку ну и вот здесь вот конструкция вот это сама пластмассовая декоративная крышка а здесь мы уже видим металлический корпус и видим типичную конструкцию для катушек да его как правило видим что свода защищенностью здесь а большие большие проблемы да и даже в принципе при сильном дожде если оставить катушку на улице да то есть видим и здесь и отверстие сетучили это может просто набежать вода то есть мне вот туда и вот такие конструкции корпусов не нравится кстати я жесток проверил ротор оказался металлический в принципе это очень хорошо что проворачивание если он металлический плюс еще вот таким наплывом усилия на шейка ротора это как бы очень даже и неплохо это даже здорово то есть грубо говоря что проворот такому ротору по сути дела не сильно и грозит вот сняли декоративную крышку и теперь мы уже будем делать метки и снимать саму скажем так главную пару так мод добрались до стопора обратного хода и стопор обратный хода есть типичный для конструкции дайва видим что есть какие-то присутствия густых таких смазок снимается такая верхняя упорная планка которая не дает ему вращаться относительно корпуса по этим вот пазам да и теперь вынимаем сам весь стопор обратного хода вот почему я говорю что вижу здесь густую смазку вот она здесь а вот присутствует не знаю что она здесь а делая да и по каким причинам точно не могу сказать ну действительно почему-то с какого-то перепуга я просто не могу тут к углу ее подцепить ватной палочкой вот она видеть густая смазка что она делает в районе стопора обратного хода мне относительно непонятно ну и в принципе как бы хозяин катушки не жаловался на его отказ видно что в принципе верхняя обойма вот она тоже как бы вот в густой смазки но видно вовнутрь самого стопора обратного хода густая смазка не успела попасть либо не попала видите вот она то бы однозначно привела бы к его отказу хотя тогда уже грязноватый стопор обратного хода но сильно густой смазки там него не успела попасть только по краям видно по краям напихали завода но зачем это сделали однозначно не могу ответить цель вот этого всего вот но теперь остается снять сам тормозной барабан сам тормозной барабанчик вот видите а только в руки беру и буквально снизу уже все вот она густая смазка буквально я думаю какие-то моменты случайно они привели к его отказу хотя я не знаю я на этот отказ не проверял эту катушку но жалоб у хозяева у хозяина не было по отказу стопор обратного хода ну все равно делать то разница никакой осталось теперь уже поставить метки и разбирать дальше так ну вот метки у нас поставлены и теперь мы можем как бы сказать открыть сам уже корпус ничего уже не боясь открываем корпус видим что корпус сам и половинка сделаны из металла полностью металлическая главная пара очень хороших больших размеров передатка 4 по моему и 7 могу ошибаться потому что говорю ттх посмотрите мне вот знать ттх и какого года катушка мне это ну вообще не интересно сколько в ней подшипников с какого она года как об этом я и так узнаю сколько в ней подшипников понимаете то есть для меня то 1 первоначальной целью не является ну вот что меня конечно в этой катушечке поразило это металлический ротор металлический корпус правда корпус конечно фигня с моей точки зрения все открыто и вода сюда попадать может в касание допустим в таких условиях как я свой шимановский твин и вообще все свои шимановские катушки оставляю сутками они находятся вот а приехал на рыбалку на трое суток и они меня трое суток на улице трое суток души идет они трое суток на дождей никогда за эти годы до за десятилетия не было такого чтобы попала вода здесь конечно такую риску очень сильно присутствует тем более если ее буквально как-то там волной нахлестнет либо подмочить но тем не менее конструкция вызывает уважение все в металле 7 подшипников это более чем достаточно как бы я вам сказал показал что одну втулку металлическую можно поменять на подшипник да это получается это будет у нас один подшипночек в шпуле да ну и конечно конструкция вся металлическая это нормально и самое главное я сразу же обратил внимание вот на такой момент что посмотрел как здесь и крепятся ушки не прикреплены ли они к толщине стенки до священную скорлупу как у дайвы экзист бронзина да здесь и мы видим что хотя бы толщина вот этих вот стенок самих она как бы сама более корректная да вот то есть хоть миллиметровые стенки видно что вот эти ушки сами толщиной миллиметровые к нормальным стенкам потому что не закреплены не то что на бронзина где как бы вообще смешно да хотя катушка топова здесь катушка такой я думаю средней ценовой категории и все как бы в порядке давайте посмотрим дальше так вынимаем вторичную шестерню главной пары видим что она вот так вот закреплена таким фланцем до стоит у нас подшипник стандартный вот шимана сейчас кстати тоже вот начала делать вот такой фланец как бы прикреплять раньше она в старых моделях это не исполняла сейчас начинает тоже вот подходить к такому вот моменту вот стандартно здесь стоит толкатель видеть он весь уже черный 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 то есть действительно катушечка долго не смазывалась поработала думаю наверное час опять придется традиционно разбирать ту крышку я сколько дайв разбираю всегда вот пытаясь вот таким образом снятие у меня нифига толком посмотрим не получается приходится приходится всегда разбирать вот эту вот сторону вынимать подшипники тогда это то есть ну как бы не удобно да уж и мана в этом плане как бы все гораздо проще ладно придется откручивать эти вынимать подшипники сейчас разберем так вот снял я старых с той стороны подшипник и выним главную пару снять оказалось не просто видно что подшипник очень четко прикипел скажем так первичный шестерни главной пары видно видите такие следы остались с одной стороны да это края обоймы и с этой стороны это как раз края обоймы самого подшипника пришлось потрудиться видно что он даже вот сейчас даже одевается очень таким мощным видите натягом то есть пришлось очень как бы сказать попыхтеть чтобы его снять вот ну что здесь можно сказать со смазкой куда его было все в порядке смазки здесь хватало вот сама конструкция металлическая паразитка да не знаю алюминиевая или еще она сделана и обыкновенная кулиса висящая на одной направляйка кстати если кто внимательно как бы смотрит конструкцию катушек конструкция вот это вот да более знакомые кстати в экзист бронзина точно такая же одна направляйка она как раз вот на стабилизирует саму вот этот кулису для которая прикручена к штоку и тоже все такое металлическое в принципе именно внутри по конструктиву ничем не отличается от экзист бронзина единственное что что это как бы количеством подшипников вот ну все в принципе нормально нужно делать промывать разбирать дальше чистить и делать уже саму то так ну вот как я и обещал в начале видео что мы обязательно посмотрим механизм ротора и кнопок все остальное я уже шпули уже все обслужил смазал уже все все уже готова к сборке катушка тоже главная пара отрегулирована собрана смазана все и вот можно теперь посмотреть как устроен сам ротор ротор как я говорил полностью металлический у нас что в принципе для такой катушки как бы мне конечно удивило да во первых ценовая категория вот этот да и вот и десол она уж не такая уж и высокая во вторых как бы видно что ротор металлические даже если так посмотреть смотрите видите даже не прогибается оставляя отпечаток это мне что-то напоминает вот видим здесь вот такой вот рычаг самосброса катушки он он так вот у нас подпружинят я его здесь уже смазал все видно что смазочки ходит очень мягко он у нас этот рычаг толкатель служит для автосброса катушки вот с этой стороны у нас стоит уже сам механизм фиксации и сброса дужки с роликом лесоукладывателя и в принципе механизм сам выглядит вот таким вот образом такая вот пружинка металлический толкатель в ней да и вставляется в такую вот пластмассовую штучку в принципе такое мы уже видели и у шума на шума на тоже иногда в топовых моделях применяя только иногда бывает она либо металлическая ну да там из алюминия или из чего либо пластмассовая тоже независимости от чего и точно привязаться к этому как бы вот трудно вставляется на вот таким вот образом до упирается на у нас сама вот это вот коромысло вот отверстие и сюда да вот так вот таким образом раз ставится и зависимости от того или того положения изгиба вот так вот да то есть она натягивает зафиксировать потом при автосбросе толкатель вот этот вот и и толкает да в принципе ломаться тут по сути ничего единственное что вот я переживаю как бы всегда вот за эти вот пластмассовые вот сами эти детальки что если попадет песок и попадет в это место то все окажется место между пружиной и пластмассовой стенкой да и вот это давление будет и лозит туда-сюда то может как бы ну привести к тому что вот это пластмассовая деталь может хрумкнуть да но в принципе на практике я такого не встречал шумана точно такая же конструкция вот ролик лесоукладывателя у нас на подшипнике самое что интересно подшипник внутри еще стоит и на стопорном кольце до подшипник шариковый закрытого типа стоит еще добавок и на стопорном кольце сам ролик лесоукладывателя выглядит вот таким образом как я только что показал и вот сама коромысла до в которая вставляется у нас ролик лесоукладывателя да и крепится таким вот образом самой дужки вот что меня поразило вот честно скажу больше всего что вот это вот коромысла она так относительно легкая но сделано тоже из металла то есть либо алюминий либо какой-то ну сплав тут меня поправили сказали что алюминий неправильно называть металлом я вам скажу да это я и так прекрасно понимаю просто я называю это все образно металл потому что действительно не знаю на в самом деле не могу на сто процентов утверждать какой сплав или какой металл на самом деле ну действительно как бы используется это только мои предположения я не делаю там какие-то со скрипки ну скрипки и не вожу в лаборатории да и не беру химический или спектральный анализ мне это не нужно от этого я говорил в некоторых видео изначально что я условно это буду называть металл то есть вот этот коромысла но металлическая это конечно меня радует что надежность его как бы ну наверное нужно быть намного больше чем пластмассовая то есть вот самое что интересно вот у такой катушки за такую ценовую категорию металлический корпус металлический ротор металлическая коромысла и в принципе конструктив именно основных кузов и агрегатов вы можете сравнить точно такая же как на дайвы экзист бронзина та же самая одна направляй когда стабилизирующая для кулис и та же самая кулисом металлическая кстати паразитка очень тяжелая и по весу весит больше чем сама главная пара вот что меня поразило катушечка в принципе хоть и эксплуатива эксплуатировалась пять лет и в течение всей открытой воды они раз в неделю ездила на рыбалку на главной паре основной какой-то выработки не было видно да как бы сказать в принципе это говорит о том что катушка не видела больших нагрузок да и свидетельствует что ей рыбачили относительно как я понял аккуратно и навряд ли там использовали как лебедку и больших нагрузок виде рыбы она тоже не встречала катушки как я и говорил 6 подшипников то есть пять плюс один они есть в основных узлах и агрегатах есть в главной паре есть во вторичной шестерне есть ролики лесоукладывателя и есть гайки штока да подшипник вот ну и теперь осталось рассмотреть только кноп в клубе у нас подшипников никаких нету вот видим что здесь и есть вот уже такой достаточно присмотреться такой вот хороший люфт что в принципе портит настроение рыболову и вместе с люфтом главной пары вот этот люфт клубе он еще на вращениях добавляет вот этот общий объемный такой люфт да как бы сказать больше чем суммарные да и не очень приятное как бы соотношение всего этого и впечатления и чтобы убрать вот это вот неприятное ощущение я конечно уже подобрал и сделал вот эту регулировочную шайбу уже специально чтобы убрать вот этот люфток вот я просто вам покажу что внутри стоит вот такая втулка втулку эту можно легко и непринужденно заменить на обыкновенный стандартный подшипник такого же типа размера вот вот сейчас я наверное продемонстрирую если у меня такой есть в наличии как всегда под руку он сразу же не попадается в коробочке ройс на вот нашел вот видите втулка точно такая же как подшипники легко ее поменять на кого на такого же типа размера подшипники будет подшипник но только это один подшипник топ можно загнать потому что другая сторона видите самую ручки сделано таким образом что вот этот наплыв такой вот он сами служит как втулка видите он ходит вниз к но внутрь но болотом и на нее как бы упирается вот так что вот в принципе сколько я посмотрю это можно поменять у нас подшпульный узел металлическую втулку и вот эту пластмассовую заменить на подшипник ну и при сильном напряжении можно хвостовик главной пары тоже загнать подшипник вот я уже подобрал тучного размера другую шайбу уже подогнал и которая призвана убрать нам вот этот вот люфт в этом кнопе вот чтобы у человека было маленько ощущение былой новизны катушки сейчас он еще просто чуть-чуть туго крутится в зависимости от постановки всего этого но люфт уже видите уже просто отсутствует то есть в процессе все это уже доведу до ума и этот люфт кнопе соответственно я уже уберу ближе к нулевому состоянию ну вот в принципе все я уже показал рассказал удивился что все сделано в металле как бы сказать и за эту ценовую категорию я думаю катушка с однозначно стоит своих денег кстати я даже не смотрел сколько она стоит да и продаются ли они сейчас и какого года модели возможно ли ее купить мне как бы этот момент не интересен мое дело маленькое сделать того но в принципе она нелегкая потому что даже от вес шпули как бы чувствуется катушка сделано с такой рассчитывая мы как бы сказать запасом прочности вот везде все единственное что что если поменять вот этот главную пару как стоит она на бронзина экзист да вот этот хиперкастум или гиперкастум как их там называет то в принципе будет огонь и вот можно выразиться таким образом ну все остается доделывать то и собирать катушку так ну вот проведено то катушки у нас т.д. дай васол в в размере 2 500 вот все собрано катушка вся смазана суммарный люфт почти не ощущается все у нас люфты убраны в кнопе тоже видите даже вот такой люфт вместе с кнопом его между с люфтами как бы сказать подшипников главном паре и кнопа даже его он так очень минимальный крутится очень даже легко я засекал делает больше двадцати оборотов то есть ничего тут не зажато ну катушка уже рычит об этом и хозяин как бы говорил да что такая вещь наступает хотя в принципе и все нормально но я вот честно скажу понять не могу вот этого секрета в дайве как так дело от дайва это для меня остается секрет что даже при небольших каких-то нагрузках да а тем более если больших такая вроде большая главная пара с толстым с толстыми как бы зубьями и шагом зубьев до сразу же пара начинает как бы рычать ну непонятно вроде ничего особенного нету поработала пять лет на небольших нагрузках и начинается такой легкий рык у шумана как бы она но не так шумана долго долл дольше как бы сказать радует вот этим вот ходом хотя первоначально пока дайва новая она вот на этой главной паре и на кулисе выдает такой сумасшедший сказочный плавный ход что она просто сбивает толку но после каких-то нагруженных рыбалок этот плавный ход туда его очень быстро несмотря на ее такую впечатляющую главную пару он уходит в принципе от этого наденную надежность дальней катушки не снижается мы видим все здесь сделано в металле все более чем надежно и единственное что она просто как бы ну да тяжеловато тут ничего не скажешь но все сделано очень надежно данном виде катушек вот в принципе если какие-то нагрузки и давать я думаю эта катушка в таком как бы сказать в такой компоновки по такой кинематической собранной схемы выдержит достаточно мощные нагрузки для западной ловли тем более думаю в районе новосибирска я думаю нет такой рыбы которые бы эта катушка не победила однозначно вот катушечка полностью уже собрана люфтов нет я думаю дальше она еще приработается и будет радовать хозяина долгие годы и несмотря на то что она пять лет работала я бы сказал так если она дальше в таких же условиях будет работать то еще как минимум наверное но я даже скажу больше после такой смазки наверно даже в ближайшие семь лет ей того и не понадобится честно скажу ну лет пять это вот просто железный бетон а если она пять лет смогла отработать на той смазки ну и здесь она тем более применением фирменных смазок высшего качества я думаю семи лет вполне достаточно и она не сломается и судя по ее износу и негде и там ломаться она будет работать и работать ну вот уважаемое спасибо за внимание кому понравилось ставьте палец вверх до свидания до новых встреч